Начало нового года зачастую дает старт для работы новых нормативных актов, принятых в предшествующем году. 2018 год не исключение. Ряд законов вступили в силу с января. Новые правила затронут вопросы социальной политики, поддержки пенсионеров и бюджетников, а также многого другого. Новый 2018 год отмечен рядом приятных изменений. Одно из самых важных – рост минимального размера оплаты труда. К этому показателю привязано подавляющее большинство социальных пособий. С 1 января 2018 года величина МРОД составляет 9 489 рублей. В целом, с 1 января в России произойдёт всеобщая индексация заработных плат, пенсий и других социально значимых выплат. Зарплаты планируется повысить полицейским и военнослужащим, врачам и учителям, пожарным и госслужащим. В большинстве регионов страны повышается прожиточный минимум пенсионера. Страховые пенсии неработающим пенсионерам индексируются на 3,7% уже с 1 января 2018 года. Повысится стоимость пенсионного балла. Она будет составлять 81 рубль 49 копеек. На новый уровень выходит медицинское обслуживание. С этого года заболевший сможет по собственному усмотрению выбирать формат оформления больничного листа в традиционном письменном или же электронном виде. Пользоваться последним вариантом будет легче, ведь за продлением бумаги не нужно будет обращаться в поликлинику. А к работодателю такой цифровой документ дойдёт самостоятельно. Ужесточаются меры воздействия к автомобилистам, которые имеют задолженности по штрафам, алиментам или кредитам. Теперь судебные приставы получают возможность временно лишить водительских прав неплатильщика. Эта мера может быть использована, если долг превышает 10 тысяч рублей. Если сумма задолженности меньше, то права конфисковать не могут. Увеличатся в 2018 году акцизы на бензин, что приведёт к незначительному росту и некоторых услуг. В частности, для Славянского района увеличится стоимость услуг по сбору и транспортировке твёрдых бытовых отходов. Жители, имеющие договорные отношения с ООО «Чистый город», будут оплачивать услуги из расчёта 74 рубля за одного человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!